Медведянский жрец Итро 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 Медведя Медведянский жрец Итро 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 Вдруг распространяется информация о том, что в Египте что-то произошло. И подумайте, что в Египте в то время была империя. Это было очень большое. И очень много денег. И очень много денег. И все еще и шелком не рекомендует из Израиля, Иосиф, на Кармил, весь мир и забрал Игипту много денег. Но, конечно, Мицרים, которые живы в этот период, Возможно, они сказали, что наши боги сделали в Египте. И они говорили об этом. И, конечно, они построили огромные храмы, дворцы своими. И это было не просто так. Послушайте, что вся работа в Египте не было нечто символическое. Если мы вспомним, что даже в Тореке написали, что в Египте такие колдуны могли в самом начале, можно сказать, соревноваться самим богом. Это факт. Если мы обратимся к историческим источникам, кроме того, что написано в Танахе, мы можем увидеть, что древний мир, до того, как возвысилось имя бога Израиля, кто помнит Мифий Древний Греции? Вы помните, что в Тореке, в Тореке, в Тореке, в Тореке? И в Тореке это было нечто. И в Тореке было нечто. Если вы увидите, что все это поклонение Идолам не было чем-то местечковым. И если мы отправимся в Тореке, в Тореке, в Тореке, там написано, что в Тореке делали ограничения Идолуи. И есть несколько способов, как в Торке, образом выстолковать эти стихи. И консервативное толкование говорит, что сыны Сифа стали входить к дочерям Каина. Но еврейская традиция говорит об ангелах. И произошло там что-то, которое нужно объяснить. Но написано, что служебные ангелы они сошли на землю и начали жениться на девушках. И написано, что тогда эти стихи спалины. Но также есть еще одно слово, нефалин. И это были такие существа, которые были на половину ангел, с невероятной силой. Не только с физической силой, но и с духовной силой. Если вы посмотрите на древние картины и греков, и егертиан, и акканин, вы увидите, люди различного роста, очень больших и намного меньше. И эти маленькие люди, это как мы с вами, эти люди называемые. Но они нефалин, и они нефалин, скорее всего у них были не только физические силы, но и духовные. И они были в глазах людей обычных, как боги. Это очень большая тема, которую обычно нужно по ней сделать целый академический курс. Но факт остается таким, что народы различные поклонялись этим божитвам. Это один из способов, каким образом мы можем истолковать это. Но есть также еще один способ из-за того, что люди не смогли видеть истинного бога, они начали поклоняться апост-ангелам. особенно в авиумонской культуре, это очень сложно видеть. И они начали поклоняться апост-ангелам, и выбирать в себя эти духовные силы. И все эти духовные силы получили духовные силы. И люди смотрели на это. И люди смотрели, и говорили, это боги египетский, это боги еврейский, это боги бавилонский. И вдруг исчезает египетский. И вдруг произошел выход из египетский. И Бог уничтожает египетский. Он уничтожает египетский. И не только силу египетский, и не только силу египетский. И не только силу египетский. Но у Итро была возможность очень близко. У него дома была жена самого мужа и внуки его, которые были с его детьми. Поэтому естественно он хотел приблизиться и использовать эту возможность. И даже если вы подумаете про самого Итро, он не был просто пастухом. или земледелец. И как он был? Он был служителем священником из земли медианской. Конечно, он сам имел опыт сверхъестественных переживаний. И когда он слышал о подобных вещах, он знал как он разомался. и расставил баланс. И он побежал в лагерь евреев. Для того, что он побежал в лагерь евреев. Для того, что он побежал в лагерь евреев. И мы понимаем что что-то подобное что есть что-то похожее объясняется так же и в Новом Завете. Если вы откроете послание к христианам, откроете пожалуйста первую главу, И там в двадцатом, двадцать первом и двадцать втором стихи говорится. Я почитаю. Он, творец, воздействовал в машехе силу, воскресив его из мертвых, и посадив от детства у себя на небесах, превыше всякого начальства власти силы, господства и всякого имени, именующегося не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил патнодий его. Канк, Шаул, Котеп, некетав, льми, 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 льгоин. Здесь Павел пишет свое послание к кому? Львеев или язычникам? Льми? Кому? Льгоин, шебемокурам дам, в обеде елендим, язычникам, которые в свои основе были идолапандодий. Ведам, покорим, шелтонот, в молекхе, в елендим. И знали, и зилы, и власты, и ангелов. Здесь написано, что Иешуа поднялся превыше всех. Это тот же принцип, который мы изучаем в Торе, в книге Исход. Которая стала откровением для язычников. Но мы, несколько недель назад, учили, что, европейцы, 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 с европейцы. Фrine и этого булка, европейцев, но елексан Т equals. Но, естественно, огромное оборудование oh неизбежливо Невозможно жить нейтрально. Так как мы можем вспомнить себя. Мы, евреи, из-за определенных ситуаций, мы родились и жили в Букшин-Заветску. Мы знали, кто мы. Мы знали, что это не наше место. Возможно, были такие, которые в тайне слушали «Голос Америки», радио «Свободы». Но пропаганда Советского Союза влияла на нас. И хотя мы получали антисемитские выпады против него. И помнили, кому мы принадлежим. Все еще наше знание евудаизма было внизу. И мы получили эту наклейку на лоб «Советский человек». Хотим мы этого или нет? Это разрушило кислоты нашей веры. Мы не получили это основное образование, и до сих пор мы страдаем от него. Каким образом это нам помешало? Ам-и-голос Америки в Берите, 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 были самыми умными людьми. Но весь этот образ жизни разрушил инициативу. И мы до сих пор платим цену. Кто понимает, о чем я говорю? Это была юзма. И вся эта арабская силу. Это было в недалеком пошлом несколько лет назад. А что было тогда? В нашем случае это была только словесная пропаганда. Но в случае с израильским народом в Египте, это было сверхъестественной силы. Которая разрушила возможность верить в Синовапоган. в Берите, в Берите, в Берите, в Берите, в Берите. И поэтому в других источниках также написано в Берите, в Берите, в Берите, в Берите. Но слава Богу, что не только тогда, но и сейчас. Мы проходим эти пути азва в Берите. Это не так просто. Это иногда болит. Но если мы открываем наши сердца перед Богом, Он обещал нам свободу. И языкей говорит нам, «Ани лакахте от кем мегалут. Я беру вас из земли дальней. Я беру от вас лев, абер, и рух мета. Я беру от вас мертвы дух и сердце каменной. И я обновлю вас. И там написано, «Ачищу вас от пидалов». Мы думаем, что мы такие нехонахи, и не нам не лев. Мы подумаем, что мы супер образованы, и не покинем дело, и не поклоняемся. Мы рисуем очень много. Меленькие и большие. И, возможно, менее сильные, чем кольктура, но не менее унижающие нас. И мы сегодня, как Азам Исраэль, мы также, как и тогда народ израильский, нуждаемся в его прикосновении. Вы слышите? Это то, что мы учим из этой недели главы. Это первый урок. «Елухим шел ми хазадь יותר». Чей Бог сильнее. И поэтому ни разу не два в Писаниях говорит Бог, «Проверьте меня». Я хочу сказать, что между нами есть люди, которые из-за такого искусственного стыда не хотят проверить, не хотят испытать. И есть часто в Святых Писаниях места, когда Бог говорит «Испытайте меня». «Вы знаете, в экономическом плане Бог говорит «Испытайте меня». И написано, что «Испытайте меня, если вы чувствуете, что вы на пути греха, придите ко мне и гордитесь о вас». И вы думаете, «Не, я уже все в порядке со мной». «Испехи, ребята, ты не в порядке». Ты иногда тихо грешишь. И если ты обманился, и ты теперь считаешь, что ты жен, и ты все еще думаешь, что ты в порядке. И он уже освободил. Но ты пошел на компромисс. И когда ты становишься таким тихим грешником? Цветы описания не просто так, Господи! Текра в Ишем, Господи! Вернись к тому времени, когда ты благодаря чьи имались. Второй урок. Седер в Ам. Седер в Ам. Порядок наших народов. Что мы изучаем из этой недели главы? И мы понимаем, что в первый день он увидел, как Господи говорит. Порядок 18. Порядок 18. Порядок 13. Порядок 23. Он говорит, что только ты, есть возможность быть судьи. Вы знаете, быть судьёй это не просто так. Не каждый может быть судьёй. Есть люди, которые очень верны своим друзьям. Они не могут быть судьями. Почему? Кто знает почему? Они теряют объективность и честность, когда их вдруг оказывается. Но у каждого десятого или десятого есть эта способность, и он да может быть судьбой. И вот Моисей получает совет, как ему сделать порядок. И он себя, конечно, спускает огромное брение. Но также разделяет ответственность народу. И эта вещь актуальна не только для страны, армии или экономики. Она тоже актуальна для общины. И я хочу поделиться с вами чем-то, что я пережил два дня назад. И я хочу поделиться с вами. Пирот-яр. Пирот-яр. Пирот-яр? Мои сказал? Пирот-яр. 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 И даже не знал, что мне нужно больше не говорить, но Дима сказал в следующий раз, в следующий раз. И я увидел такой сон, что мы большой, огромной группой пошли собирать лесные ягоды. И очень много собрали. Но эти ягоды могут испортиться, если они просто так находятся. И тогда кто-то сказал, давайте мы изъягем свои двери. И потом я увидел, что огромное количество людей просто исчезло. И остались только некоторые люди. И тогда те остались, когда я говорю, давайте мы быстренько соберем эти ягоды в хабаре. И я вижу, что пока я говорю, и те, которые вокруг меня... Бегают от одного к другому, и получается, есть кем говорить. Макс сегодня сказал, что весь наш процесс членства общины, это не только практическая вещь, но также и духовная. Я хочу вам что-то сказать. Мы думали с старейшими общинами и выстроили определенную структуру. Но я чувствую, что мы нуждаемся в том, чтобы помолиться об этом. Чтобы это вошло в нашу голову от цветового духа. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Во второй главе. Есть послание шнею к сухим штенесры шлошесры в арбайсры. Там есть 12-11 стихи. Как это в боках. И так написано. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Иоанна. На хозохрым это послание. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы победили сильного. потому что вы сильны и Слово Божие прибывает в вас, и вы победили лукаво. Вы помните это место Писания? Женя очень любит это место Писания и много учит оттуда. И он показывает пальцем на молодых, у которых много энергии. Здесь говорится и про детей, и про отцов. И говорится о победе над дьяволом. И мы иногда думаем, что это война с внешней войной с дьяволом. Но здесь говорится о внутренней войне. Потому что внешняя война постоянно происходит. Но если ты держал победу над кухой плотностью и над внутренней войны, то тогда ты можешь стать против внешних вещей. И мы благодаря Ишуа можем получить силу, если мы просим на него. И здесь два раза говорится о юношах, которые победили с дьяволом. Потому что похоть в плоти больше атакует молодых. Они нуждаются в силе от Бога и они могут победить. Но есть еще одно значение в этих трех Писаниях. Здесь говорится о том, чтобы учиться. Оба, отец, передает что-то сыну или старшему сыну. А старшему младшему брату. Есть мил талмидут. Есть ученичество. Есть рацион лимсор. Есть это желание передавать дальше. Я что-то получил. И я готов научить тех, которые возле меня. Без чувства обучения. И ответственность для кого-то научить. Никакая структура не будет работать. Потому что если ты в качестве отца или духовного зрелого человека. Не хочешь взять ответственность за тех, которые возле тебя. И они не продвинутся. Это то, что я почувствовала в своем сне. Мы все в таком радостном возбуждении побежали и собрали много ядов. Но потом все люди исчезли. Потому что не было этого желания в верности продолжать. Или есть такое желание дайте мне что-то. И я сделаю. Но это намного менее эффективно. Чем дайте мне, я соберу вокруг себя группу людей и мы вместе сделаем. Вот это нам не хватает. Я могу практически каждого человека вообще попросить делать что-то. Я никогда не услышу нет. И все хотят помочь. Но устроить группу, которая требует отношений. Которая требует терпения. Лё-лё-лё-лё-лё-лё. Нет. У меня очень немного головной боли. Обычно это то, что люди отвечают. Или, пожалуйста, я готов все, что ты хочешь здесь, пока один я не буду с этим делать. Это так мне отвечают. И когда я почитал недельную главу Итро, вдруг я почувствовал, я хочу помолиться за членов общения. Это что-то, что превышает логику. Я вспомнил из книги «Левит», из книги «Числа». Там написано, «Бог говорит Муше». «Молись, я возьму от твоего духа, и я положу от твоего духа на людей, и нет твоего разума, а духа». И то, что предложил Итро, это было очень умно. Это было от разума. Но то, что тогда делал Бог, все помнили ситуацию такую. Это было оттуха. И Дух Божий помазал людей, они начали пророчить. Мы приняли сегодня вечерю Господню. И на этой основе я хочу помолиться со всей общиной. Кто хочет, конечно. Я хочу идти к группе людей, я хочу взять эту ответственность и принести изменения. Если у вас будет двое, тогда десятки тысяч. Даже нет в два раза больше две тысячи. А в десять раз больше. Если это будет группа людей, то нет такой силы, которая смазала на них, кроме самого Бога. Вы помните, что группа людей приняла решение, не только Немрот. Это группа людей, и сам Бог только смог их остановить. Когда группа людей выбирает для себя устроить Божий царство, чтобы устроить общину, не клуб людей поинтересу. О чем Макс говорил? И все будут ответственность. Тогда вы увидите силу, которая возрастает геометрично. И я хочу помолиться. Но сейчас мы перейдем к третьему. Написано в той же неделе в главе в двадцатом стихе. Что весь народ стоял, Бог говорил. И весь народ видел голоса, исполохи, голос шафара, и горы дымящиеся. Видел народ и дрогнули, они стали поотдали. И сказали они, муж, и говорите с нами, будем слушать. Да не говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть. И сказал Муше народу, не бойтесь. Ибо чтобы возмести вас, пришел Бог, и чтобы его страх был предницами вашими, чтобы вам не грешить. И стоял народ по огонь, а Муше поступил к Камгле, туда, где Бог искал Господь, Муше, так скажи сынам Израиля, вы видели, что с небес говорил я с вами. С небес говорил я с вами. И в меске, которое похоже на это, где говорится практически о том же. В сфер Дברים, в парк 5, В чит Learning 4. И написано, что там, в книге «Чисел», Муша говорил уже не с теми, которые стояли возле горы, а с теми, которые родились в пустыне. Есть очень много толкований на этот момент. Есть такое толкование, которое объясняет, как работали с силой. Но я хочу рассказать еще одну точку зрения. Есть такое выражение там, я говорил с вами. И как Бог открылся тогда на горе Синай, этот случай не повторился больше никогда. Потому что тогда Бог изменил что-то в природе. И он сам показал свою силу народу Израиля и многим народам, которые вышли с ним вместе. И из-за слова «вы все» Толкование говорит так. Бог, до создания мира, Создал все души, которые должны были прийти в этот мир. И у каждой души есть дата рождения. Понимаете? Кто-то родился пятьдесят лет назад, кто-то вчера, кто-то сегодня. И это миллион, миллион, миллион. И это миллиарды неисчислемыми числа людей. Все они люди. Которых Бог сотворил. И только ждет, когда две летки соединятся в целые женщины, И тогда он посылает туда свою душу. А спрашануть Мцбия Мцбия Алмила Кулам Кшаму Холедонай. И тогда Отолкование Которое Ставит свое ударение На слове Что все услышали голос Божий И объясняет так. Бегля Ше Элухим Барега Зушинает Коль Из-за того, что в этот момент Бог изменил все. Он В тот момент на гору Синай призвал все души от создания мира во всей всемирной истории. И все услышали его голос. Потом он взял их назад. И Каждая душа, которая приходит в этот мир У нее есть ответственность Узнать Бога И сделать то, что он тогда повелел всему человечеству. Это интересное толкование. Может быть правдивая, может быть и нет. Но есть в Новом Завете кое-что Что очень поддерживает эту идею. И так же об этом написано в послании к Ефесянам. И там написано Написано там Это в 2 главе В 2 главе В 10 и в 11 стихе Послушайте что там написано Ефесянам это не евреям Это язычесникам И Шаул говорит им Итак Мы Его творения Созданные В Ешо Мессии На добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять То есть каким то образом он намекает на то что произошло тогда на горе Синай Потому что если мы все созданы на добрые дела в Мессии Хи-Ешуа Ох! И все призваны для того чтобы делать добрые дела То как человек который родился в племени Тумба-Юхба И он не знает что такое Тумба-Юхба И он не знает что такое Тумба-Юхба Как он тогда обязается исполнить безущество Тумба-Юхба Кроме того чтобы он получил Что его душа когда-то слышала Что его душа когда-то слышала Эту вещь И жертва Ишуа Оно дает действие этому процессу Даже с человека из племени Тумба-Юхба Что не знает Маза Тора И кто такое Бог Но есть только хорби и дует Но есть только свидетельств Что миссионеры Которые приезжали в различные африканские племена И приезжали к племенам Которые прыгали вокруг деревьев И они были до них И для этих людей Деликатеса Которые приезжали И для них был самым большим деликатесом Голову пришествия Напополам разрезаться И съездить майонеза Питом им шапу Бессура Оль-Ешуа Оль-Капара Вдруг они услышали Евангелия и Ишуа Благов весть о жертве И об искуплении Вдруг они И они сказали Вау Мы вернулись в Бог И не будьте больше крыши Почему я рассказываю об этом? Я говорю об этом много раз У нас в Израиле есть призвание Которого мы иногда пренебрегаем Таким же образом Как мы пренебрегаем тем Что ты лично возлюбленный Богом И это призвание Насколько больше мы нуждаемся в Ишуа здесь И сколько у нас есть И в соответственности Возвать к Ишуа И его помощи И те изменения Которые есть внутри нас И относите на общину Относите на работу В каждой группе людей Все эти маленькие вещи Могут повлиять на большие дела Это то, что я увидела в недельной главе Ятро Я хочу сейчас пригласить тех, которые хотят помолиться Помолиться в Мерчисом Мон Павальбон Аммон Кен Рамин Пуха Лермэн Эльвин Агент Аллах Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok